Приветствую вас, друзья! Слава Богу за великую Украину! Как сэкономить деньги на строительстве? Мы вам сейчас покажем, как построить дом или подпорную стену, или стену забора зикого, необработанного камня, как можно дешевле. Если вы не умеете обрабатывать камень, не надо заморачиваться. Надо просто брать камень и класть на какой угодно раствор, цементный, известковый, глиняный, хоть какой раствор, берете и кладете, 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 и в конце получаете результат, как у нас. Вы увидите, как мы сделали практически из необработанного камня, практически из камня, который подлежит выбросу. Я всегда говорил своим заказчикам, если хотите, я могу из скального грунта вам построить, если в этом будет необходимость, если в этом будет нужда, или не будет хорошего камня. И если вы посмотрите мои прежние видео по Владивостоку, я, в принципе, то и делал, что со скального грунта, потому что там камень был такой непонятный, там другой раз привезли, вот как кулачок. И вот это со всего я сумел слепить мини-замок. Вы понимаете, что такое, когда вы берете большой, хороший, добротный камень, вот он, добротный камень, потратили время на обработку, поставили, и у вас еще получилось что-то сверху, или вы берете вот такой маленький камушек, лепите, лепите без обработки, и у вас ничего не выходит. Есть разница? Конечно, есть. Допустим, речка, речной камень, или морской камень, или просто вот гора стоит, а от нее там постоянно сыпется, 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 сыпется. Обрабатывать вы не умеете, нет силы, но у вас есть сила для того, чтобы положить этот камень, хоть как-нибудь положить. И вот мы в этом видео практически то и показываем, как вот с найденного, с разного камня, с полевого камня натянули нитку, и начали по нитке эти камни класть. Все! Насколько ускорен, насколько быстро, насколько независимо, то есть не надо не обрабатывать ничего, и получаются вот такие заборы, подпорные стены, как у нас. Вот если вы посмотрите сюда, вы увидите, что ребята кладут камень без обработки. Ну то, что они нашли, вот смотрите, разные камни, я говорил, что вы клали как есть, ничего страшного, если там он буристый, ничего страшного, если он там кривой. Это даже хороший камень, не такой, как другие камни. Фундамент зависит все от почвы, почва какая у вас, глинистая, речная, там, я не знаю, болотистая. Все зависит от почвы, и спрашивайте у архитекторов, какая у вас почва. У нас тут почва каменистая, если смотришь глинистая, там, делаешь какие-то разрывы, строительные швы, в вашем случае заливается бетон, армируется, вот. Я не знаю, какая у вас почва, можно там ставить каменную стенку, если у вас там почва играет, значит, нужно через каждые 7 метров делать строительные швы, для того, чтобы эта вся конструкция играла. У нас есть видео, как сделать под подпорную стену фундамент. Смотрите, и делайте. Здесь, смотрите, самая главная фишка, натянуть ровно нитку, выставить ровно маячки, и по ним уже, так сказать, класс каждый камушек. И ничего страшного, что он там играет где-то. И даже если там стенка будет играть, это нормально. Самое главное, сделать красивую затирку. То есть, затирка, если сделана, и если там побелка произведена, или нет побелки, это все будет смотреться очень красиво. Поэтому, главная фишка, научиться правильно класть. Надо вглубь класть, чтобы он стояло. И если у вас бывают морозы, и если туда попадает какая-то влага, если вы поставили вот так, вертикально, а потом при первом морозе, когда попадает туда сырость, и начинает камень выдавливать. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, если вы ставите, допустим, стенку, старайтесь ставить горизонтально, чтобы там было на что опираться. Не просто, чтобы там влага попала, все разъехалось. Ну и конечно, можно на глину, на землю, на все что угодно. Самое главное, чтобы у вас верх закрывался, чтобы вода у вас текала аккуратно, чтобы она не попадала между левосторонными и правосторонными и внутренней, то есть внутренней, да, и наружной кладкой, чтобы эта вода хорошо стекала. Тогда эта стенка будет стоять долго, как сделать дешево, в первую очередь. Камень без обработки, это самый дешевый вариант. Вы берете камень, натягиваете нитку, и без обработки его кладете. Вы можете попробовать наружную кладку с камня. Если это подпорная стена, то внутреннюю кладку, забутовку класть на клину или на известковый раствор. Или, допустим, если это забор наружный на цементный раствор, внутренний на цементный раствор, а вовнутрь забутовку глина с землей совместно с камнями. Это все будет стоять хорошо и долго. А дом так можно построить? Конечно можно. Почему нет? Толщина стены должна быть 60-70 сантиметров. Для того, чтобы мастер не ставил это на вертикал, чтобы они связывались, чтобы все четко было. С камня так не делаю. С камня 30 сантиметров, не лепите кирпичик по 30 сантиметров. А с камня лепите, делайте 60 сантиметров, 70 сантиметров, ну эти 80 сантиметров. Для ваших регионов, которые там промерзание и все остальное, сделайте нормальный каменный дом. И если вы посмотрите на все фотографии, которые мы вам показываем, и показываем монастырь, который сложенный с такого же самого дикого камня, но сложенный специалистами, мастерами. И я вам скажу больше, что есть мастера, которые с необработанного камня могут так сложить стену, что вы не поймете, что это необработанный камень. Это все загадки самого мастера, самых специалистов. Но монастырю уже тысячу лет, ребята! И если вы сделаете дом с такого же камня, и поставите его, так сказать, или пройдете в консультацию, и как надо сделать правильно, и сделаете свой дом, понимаете, что он простоит? Он простоит через тысячу лет, и будет вспоминать ваши руки. На самом деле, все деньги, куда уходят, это в обработку камня. Все остальное, окладка, не так дорого занимает. И класть камень можно даже дешевле, чем кирпич. И вот многие говорят, что камень самый дорогой, из камня дорого, а то, все, смотря как строить, смотря как консультироваться, смотря из какого материала вы будете, из какого камня, как вы хотите обработку. Я вот ребятам, новичкам, это новички у меня. Я натянул ниточку, ниточку натянул, одну, вторую. Я говорю, ребята, у вас должен быть животик посредине. Какой бы он там кривой не был, у вас должен быть животик посредине. И насколько вы правильно его поставите, камень поставите, вот животик, видите, чтобы было, вот у меня две ниточки, чтобы вот эта часть, вот проходила туда, то есть по двум ниточкам смотреть, и все, и камень нормально стоит. И потом, когда мы сделаем расшивочку, расшивочку сделаем, вся красота, вся красота, вот эта горбистость, в его дикости, она останется. вот. Что ты его вертикально ставишь? Да, вертикально. Вот платформа, жени с ней. Сюда можно поставить. вот смотрите, у меня сейчас камень, ну, как бы, никакой. На самом деле, его можно правильно примастить, самое главное. вылазить чуть-чуть. Не лепится сюда. Ребята, нагородили, вот немножко, видите, но не в том, дело. Почему я говорю, что для такой работы, необходимо оставлять, как бы, внутренность, свободную, для того, чтобы камень не обрабатывать, не делать, постель под 90 градусов. Если постель не делать под 90 градусов, выровнять здесь, возможно. И потом же, потом, вот смотрите, у меня большой камень встал, большой камень встал. С этой стороны я могу вымастить именно с вот таких камней, и потом сверху, сверху поставить камень, такой же самый большой, большой камень, и получится перевязочка. Вот она, перевязочка. Понимаете? То есть, забутовку делать не до самого верха, до самого верхнего ряда, чуть-чуть ниже. Вот как там сейчас у ребят, да? Посмотри, вот там, правильно? Вот там. Ну да, да, да. Если здесь будет как бы немножко, ну как бы неровно, один вот чуть-чуть вылез там камень. Ничего себе, это хорошо, это придает красоту. Почему я поставил на эту работу неопытных ребят? Такую кладку можно ставить вот две нитки, и мы смотрим по двум ниткам, раз, даже вот по трем ниткам. Вот внизу еще одна нитка есть, и всегда можно смотреть по трем ниткам, и никогда ошибиться. не невозможно, просто невозможно ошибиться. Вот смотри, у меня, видишь, такой камень? Камышек маленький. Я хочу вот эту платформу выровнять. Вот я ее могу с мелкой выровнять. У меня, когда я работаю, у меня камень на камень не попадается потом. Видите, вот у меня такая, как бы, вот у меня такой камень будет, смотрите. Вот я его поставлю сейчас, и он будет прекрасно стоять. Вот смотрите, раз, пристукивать, обязательно пристукивать, камень нужно пристукивать. И вот уже платформа выровняла, да? Ну да, здесь уже можно ставить камень. В данном случае, я должен заложить камнями. Для того, чтобы мне поставить сверху. То есть, ты не просто их кладешь, ты находишь как бы их место, чтобы он плотненько стал, да? Вот смотрите, следующий камень я положил, и он у меня есть. хорошо стал. Все, у меня платформа уже вырисовывается, на следующий камень, на следующий сверху камень я могу ставить. Все это закрываем, мелкими колечками. Я когда работаю, у меня ни одного камушка не остается, у меня все уходит, все вот, за счет вот таких мелких, все уходит. Понимаете? Можно вот здесь поставить, вот такой. Вот, он простаясь. Вот так, подмазали, размазали его. Ну, то есть, так из гранита можно строить, да? Без молотка. Конечно, все можно делать, из гранита, из со всего. То есть, все равно вы кладете по рядам, Конечно, любой камень кладется по рядам, любой. Как бы там ни, не крутил, ни вертел. Вот смотрите, что значит по рядам? Вот мне надо поставить камень, я не поставлю вот сюда большой камень, он у меня будет перекошенный, мне надо выровнять платформу. Значит, мне нужно найти вот вставочку, вот она вставочка. То есть, взять под ног, посмотреть, подойдет, не подойдет. Вот смотрите, если у вас там каждый день дождь, ну, сколько вы один ряд проложите, и до обеда, допустим. После обеда, если у вас получится еще один ряд проложить. Ну, сколько вы за 8 часов проложите его? Ну, даже если вы по 12 часов работаете. Вы положили один ряд, пока дошли до конца, уже оно все подсохло. А еще лучше положить один ряд, положить второй ряд. Через некоторое время забутовку сделать, потому что сразу, если забутовку делать, камень может разлазиться. Причем, если сыр, конечно, камень будет однозначно разлазиться. Давайте, вот если здесь, в Греции, в Греции быстро все потухнет. Если это Россия, скажем, Владивосток, там положил камень, и надо как бы, ожидать, пока он подсохнет. Ты идешь дальше, а потом уже готовишь. Для того, что получилось ровно, вот у нас нитка, к которой мы там привязаны. Ну, раз, смотрим, надо задвинуть ней вовнутрь. Иногда мастера специально даже кладут побольше раствора, для того, чтобы создавать побольше зазор. И, когда это самое, делают расшивку, расшивку, то есть, создается впечатление, что вот, большие камни, они растерты, растерты, ну, растерты. рассылка. И, Допустим, вы видите большой дозор какой-нибудь, раз вставочку вставили и всё. Ну и тот заборчик, который вот так раз, закидали раствором, чтобы он держал, и он будет держать очень долго. Вовнутрь надо брать вот такие камушки, которые никуда не кодируют, потому что иногда мастера смотришь, да, сегодня вот я сам видел, берёт и... Ставит тот камень и бытует тем камнем, который можно использовать для кладки. Вот смотрите, кругляшки такие, они все могут свободно идти по назначению. Вы, заказчики, моете на самое молодое. Самое незначительное, поставить вставочку, если вы видите, что человек такой толковый, как бы, ну, в смысле, хочет зарабатывать. И та же самая, как рыба, вот сделает. И если расшивочку сделать, это всё будет очень красиво смотреться, и у вас как раз появится хороший мастер. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сейчас здесь подровняем, упрёмся в эту стенку, которая нас укрыли. Ну и потом отсюда немножко, допустим, где у нас нету изгиба, вот отсюда же. И пойдёт колонна, колонна и стопорная стена пойдёт выше немножко. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Никто не поймет, если хозяин сам не будет контролировать. Многие ребята так и поступают. Да, ты можешь так делать в каких-то определенных вариантах, но ты же поймешь, что у тебя будет сырость, у тебя будет проникать вода, у тебя может произойти разрушение. Все, что угодно, через несколько лет может произойти, если ты не будешь делать по определенным стандартам. Нужно делать то, как ты договариваешься, то, как хочет весь заказчик, то, как ты обещаешь ему. А если ты делаешь с точностью, то наоборот. Пока его нет, ты раз-раз-раз фальшивил, слукавил, и все это пройдет, конечно, пройдет. Я в другой раз задавал себе вопрос, а как это так может быть? Вот я сама определенная цена, я так делаю, все по стандарту, все четко. Я не могу, насколько преуспеть, как другие, хотя я очень быстрый, очень резкий, очень эмоциональный. Для меня все крутится вокруг меня, когда я работаю. У меня сильно развита программная ревность, когда я сама вижу, что кто-то меня начинает пригодять, я начинаю торопиться, начинаю суетиться. И в конце концов я понял, почему у меня не выходит, или выходит чуть дороже, чем у других. Потому что люди поставили левосторонний камень, правосторонний камень, то есть внутренний и наружный камень. В средину закидали щебни, холики и все остальное. Сверху прикрыли растворчик, и вот вам товар в оберточке. И ты не поймешь, это очень большие ошибки. Поэтому, ребята, очень важно, когда вы делаете правильно. Нитки зацепляем. Вот смотрите, у меня здесь такой животик некрасивый. Можно его сбить, а можно и не сбивать. Нас все-таки под старинку. И я вот ниточки, ниточки свои, не ставлю сюда, где нет животика, на животик. Если это вовнутрь наклончик или ровно, это хорошо, но если наружу, это ненормально. Так же самое здесь. Камень будет смотреться очень красиво. Он сейчас смотрится, как будто нельзя его ставить. Но на самом деле он будет смотреться очень красиво. Если вы кладете на глину, значит кинули глины, окунули камень, сверху глины, окунули камень, сверху глина, окунули камень. Или цементный раствор, или известковый раствор, или песчаный раствор. Какой бы там раствор не был, все нужно делать так, чтобы была внутри твердость. Здесь ты тоже выравниваешь платформу? Здесь сделаем платформу, для того, чтобы потом легко было работать. Хамус там и сверху. Застукатурим. Вот просто халеки разные. Вот такая кладочка, она соблюдает большие камни. Я когда обрабатываю камень, я никогда фосты не обрубую. Никогда. Пускай он 50 см. Уже мастер, который кладет камень, его обрубит сколько нужно. Я же никогда не обрубываю эти фосты. И у меня всегда они в шахматном порядке. Ребята, когда работают с камнем, обрабатывают камень, ни одного фоста нет. И такой думаешь, вау, ну что это? Здесь же, вот, хвост, я, насколько дрежиссирую, это молодняк, чтобы вообще хвосты не обрубывали. И вот он с хвостиком. Здесь вот закладывается, вот до сюда закладывается все это. И сверху уже нахлёст идет, нахлёст, нахлёст, нахлёст. Сколько раз еще объяснить нужно, чтобы вы понимали. И сколько бы ни объяснял, это сложно понять, я не знаю, сложно или что это, не знаю. Поэтому камень должен перевязываться и внутри. И не важно, какое у него лицо, и чем больше дикости в камне, тем красивее он смотрится. Вы посмотрите на эту стенку, когда мы ее полностью зарисуем, то есть замажем, затрем растворчиком, то есть сделаем расшивочку, расшивочку, вот как на этом доме. Толку с этого дома, что мы тут камень выгоняли, там обрабатывали, выделывали, как могли, все соки с него выжимали. А этого не надо делать. То есть класть просто дикарь, дикарь практически без обработки. И его можно, с ним можно работать. Просто здесь нужно потучиться, на обработку теряется очень много времени. Поэтому мы и делаем, пытаемся сейчас показать вам строительство без обработки. Я от начала, слишком много работал именно с такими кладками. Люди экономили, я хотел заработать, я хотел продвинуться, и мне давали вот те горы камня. Гора камня там вообще никакой. Вот как я поехал в Владивосток, там такие, как кулачок. И все это я разруливал, раскидывал каждый камушек, и находил свое место. У меня даже маленькой песчинки после меня не оставалось. Потому что я в этом деле профессионал. Именно в этом я специализировался. Именно за счет быстроты, за счет техники, за счет вот этой выносливости. Я и продвигался, и зарабатывал. И в конце концов, когда коснулся мне положить уже хороший камень, я тогда, когда работал, думал, когда же придет то время, когда я стану и буду работать с хорошим камнем. Когда же придет время, и я стану и буду работать просто даже с раствором, в котором есть известь. Вот он, и здесь вот он, камень, любой камень, выбирай. И вот эти камни, которые здесь, их можно все выкладывать, все упаковывать, и это будет смотреться кладочка, то есть она будет хорошо смотреться и красиво. И даже вот эти камни, не обработанные, они, именно после такой расшивки, будут смотреться лучше, чем камни обработанные. Потому что камни обработанные, их просто видно не будет. Просто вот, кусок плашки, видно вот как вот там, кусок плашки, и все. А если камень не обработанный, видно его дикость, видно его горбистость, видно вот это его, черта самого камня, все вот эти изгибы, его можно смотреть, изучать как картинку. И поэтому, именно такая кладка, она как бы, на самом деле, и дешевая, и красивая. Вот чем ценится такая кладка. И даже когда, то есть они бутуют, я говорю, чтобы бутовали, чтобы как бы вот камень, постель, и даже, не надо полностью забутовывать. Если он там даже под определенным углом, неправильным углом, чтобы его когда поставил, он стал как нужно, этот камень. Такие кладки даже не надо тратить время на зачистку. Почему? Вот смотрите, видите, грубая зачистка. Чем менее, менее обработанный камень, тем красивее подпорная стена. С такой обшилкой. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok А можно сделать под старинку, с кривизной, и все это будет смотрится хорошо. Как вам нравится, так и делайте. Цель козырька и красота, и чтобы вода не проникала между камнями. Причем вы понимаете, что в ваших регионах, где морозы, если вода попала, если нет сверху накрытия, она начинает потом выдавливать, выдавливать, выдавливать. Поэтому надо обязательно накрывать. Воспоминание Почему не разреждай то, что заседание за границей? Прикнатная часть Воспоминание Если вы научитесь с Германией, в т.д. Воспоминание Эпизод Эпизод Ведро должно быть узкое и высокое. Для того, чтобы когда вы моете, то есть вся пыль, то есть грязь, мелкая грязь оседала. Поэтому я беру большое ведро. Итак, первичная затирка, как идет, смотрите, первичная затирка. Необходимо брать, чем больше воды, не выкручивая, вот так, чтобы вода текла по бороде, по стене. Хоть почем, но чтобы она текла. Вот это как бы правильный способ. Я к чему веду, что таким способом можно строить дома. Именно строить, как новички строят, не надо там аккуратно, не надо красить красивость. Надо просто правильно сделать растирку. И потом, когда вы растерли с водой, потом просто выкручиваете мочалочку и вымываете камень, и у вас получается вот такая красота, как у нас. А еще эту красоту, если сделать побелку или покраску, это будет очень и очень красиво. Я понимаю, что сейчас кому-то это может не понравиться, но это один из стилей, как можно строить, как можно зарабатывать, ребята. То есть мастера или заказчики. Я специально на эту кладку поставил ребят неопытных, ребят, так сказать, для того, чтобы создать вот эту кривизну, которую вы видите. Ведь на самом деле эта кривизна стоит денег, понимаете? И потом вымывать каждый камень. Вышу закатываем, чтобы не текло. И вот так. То есть затирать надо так, чтобы не было ни одной такой загусеницы. Понимаете? Чтобы загусениц не было. Вот, вот. Я растираю хорошо. Видите? У меня ни одной загусеницы нету. Поэтому я предлагаю состоятельным людям строить дома на века. и в том числе самое дешево. И это пестижно, потому что на самом деле это одна из красот. Никто не скажет, что это не каменный дом. Но вот смотрите, вот эта кладочка и вот ту кладочку. Практически их не отличишь. Единственное, что мы здесь сделали, это поставили мелкие камни. Если мы вот здесь поставим большие камни и сделаем такую же растирку, то это совсем другой вид будет. Поэтому, мастера, состоятельные люди, смотрите. Здесь можно сделать два вида кладки. Можно вот так оставить, то есть мелкие камни. Видите, у нас мелкие камни? А можно крупные камни. Вот крупные камни, ты его поставил, расшивку, и сделал вокруг. И все, у тебя такой камушек, он придает определенную красоту. Поэтому, здесь своя изюминка, то что нравится заказчику. Вот одному нравится, вот у меня гора, мелких камней, не знаю, куда их деть. Дай-ка сделаю подпорную стенку, или стенку, или дом построю. А второй, скажет, о, звонит там фирма. Привези мне только побольше, побольше гранитных камней. Я их поставлю камень на камень, сделаю расшивку и все. И это будет вот такая красота. Я понимаю, что сейчас многие скажут, о, мне не нравится это. Но вот мне, допустим, нравится. Нравится и другим ребятам. И некоторым ребятам не нравится. То есть, а, что это? Как это? Дом? Дом? Вот так построить дом? Да, это никуда не годится. На самом деле, это все старинная технология, по которым раньше строили дома. Эти дома стоят 200-300 лет, и они нормально не рушатся. И они построены на землю, затерты известковым раствором, и побелены известковым раствором. Как сделать такую расшивку нахлёст, смотрите наш мастер-класс. Посмотрите ссылку под видео. И вот, если вы посмотрите на тот дом, там побольше камней, камни обработаны хорошо, и затирка сделана такая же. Но вся разница в чем? В том, что там обработан камень хорошо, но затирка сделана такая же, и камень не видно. Смотрите, дикость стены, горбистость ее привлекает, и тем она больше влюбляет в себя. Потому что это является эталоном старых времен, Каждый мужик строил себе дом. И вот как ему строить? Ну, конечно, он будет строить как умеет. Ну, вот, вот. Который стоит по 200 лет. Вот он. Стена на доме, она смотрится совершенно ровно, а здесь это все бугристое. Вся красота в том, что... О, Светка! Все, иди, иди отсюда! Я ж не говорю, что это плохо. Я говорю, что разница. Давай, давай, давай! Мы делаем первую замывку. Вторичная замывка. Вымывается камень. Ну, и третий раз чисто уже финишная. А можно не делать. Если это под покраску, под побелку, ее можно сильно там не вымывать. Потому что их все равно не будет видно, этих камней. А это под покраску стена будет? Ну да, это стена под покраску. Молодые ребята, которые хотят научиться. Приезжайте ко мне! Приходите, и вы будете работать, вы укрепитесь, вы будете зарабатывать. Я вас научу ремеслу, я вас научу, как надо строить. Ребята, молодые парни, я не хочу браться за мужиков, которые никогда не работали с камнем. И в 30-40 лет сложно. Я, допустим, начал работать 27 лет с камнем. Но я гонял, я бегал, я стремился. У меня была мечта. Я боялся ее абортировать. Если у вас никакая, так сказать, психологическая атака или физическая атака не собьет с пути, я приглашаю вас. Добро пожаловать в каменный успех. Что нашел? Монетку нашел. 20 лепта. Драхма. Драхма. Видишь, корона. 54-й год. Прям тут. Откуда это она вылезла? После дождичка. После дождичка, да. Все, задавайте вопросы в комментариях, что мы сможем ответить. Если я не отвечаю, звоните, звоните, не стесняйтесь. Я буду отвечать вам. Поэтому, ребята, стройте из камня. Мастера, зарабатывайте. Зарабатывайте на наших видео. Я вот здесь распинаюсь, плачу девчонкам, которые делают, монтируют. Все для вас, для того, чтобы вы зарабатывали, для того, чтобы вы строили, для того, чтобы у вас все четко было. Вы увидели мое видео, послушали меня. Да, что-то неграмотное, что-то там то, что там это. Переступайте через все. И идите к своим целям. Делайте из камня. Наброски у вас уже есть. Как надо строить. С чего оно можно строить. Каким образом можно строить. И это ремесло вам мастера на всю жизнь. Все. Стройте из камня. Мастера. Зарабатывайте. Стройте из камня. Стройте из камня. Комнат с камня. Стройте из камней. Субтитры подогнал «Симон»